Одним из центральных мероприятий стала акция «Трамвай памяти». Наш регион стал единственным в Приволжском федеральном округе, где она прошла. Активисты юнармии приняли участие в экскурсии и узнали больше о страшных годах блокадного Ленинграда. Организатором акции выступило российское общество «Знания». Все мы помним, что начиная с сентября 1941 года, когда Ленинград был захвачен в блокадное кольцо, практически весь автотранспорт был мобилизован на войну. И один из немногих транспортов, который остался в блокадном Ленинграде, это трамвай. Именно трамвай помогал жителям блокадного Ленинграда перебираться. Именно трамвай помогал военным перевозить оборудование, снаряды, раненых. Первый транспортный состав с уникальной лекцией «Мы с тобой, Ленинград» проехал по улицам Ульяновска. Наш регион очень тесно связан с блокадным Ленинградом. Из города на Невек нам эвакуировали более 500 детей. Жизнь в годы Великой Отечественной войны была тяжелой. Но, несмотря на все невзгоды, ульяновцы очень горячо откликнулись на призыв помочь детям блокадного Ленинграда. 268 человек были взяты на воспитание в семье. Из северной столицы в Ульяновск перевезли культурные и исторические ценности, а также промышленные предприятия. Одним из них стал Ленинградский завод приборостроения, выпускавший оборудование для танков и самолетов. Когда мы с коллегами проводили аналитику, то сегодня можем сказать об одном, что, конечно, если бы не ульяновский завод номер 280, то в целом на территории Советского Союза невозможно было бы выпускать технику. Это ульяновское предприятие, ныне это УАО «Утес». Но, тем не менее, его вклад, как и вклад ульяновцев, как и вклад ленинградцев, которые прибыли в Ульяновск, он уникален. Школьники с замиранием сердца слушали лекцию о своих ровесниках-героях. Алина Бегбаева вступила в ряды юнармии, чтобы участвовать в военно-патриотических мероприятиях. Теперь девятиклассница лучше знает историю родного края и своей страны. Для меня очень важно участвовать в таких акциях, чтобы помнить, знать, чтить память тем героев, что прожили в то время. Чтить и помнить, знать тех людей, кто прожил в то страшное время. После экскурсии на трамвае памяти активистам юнармии показали фильм «Елка без огней» в доме молодых. Фильм был снят по дневнику ленинградской школьницы Татьяны Савичевой, пережившей страшные события 40-х годов. Память о героях будет жить вечно.